И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик по бездонату, по тому самому аккаунту, на который вы обращаете внимание в последнее время и на стримах, и на видосе, который у нас выходил где-то неделю назад, вы собрали довольно большое количество лайков. Я думаю, что если такая активность будет продолжаться, то видеороликов по данному аккаунту будет все больше и больше, поэтому если вам заходит данный аккаунт, если вы хотите его видеть чаще, это, наверное, самый единственный и неповторимый аккаунт бездонатов, в который не вкладывались никакие вообще средства, но при этом аккаунт является очень-очень достойным и крутым. Если набирается 200 лайков, то продолжаем, записываем, смотрим на аккаунт, прокачиваем, да, ну и двигаемся, 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 конечно же, вперед. Сегодня у меня будет в игрового формата, конечно же, видос, покатаем, я лишь хотел бы спросить у вас одну вещь о том, что какой вы корпус вообще бы хотели бы видеть на этом аккаунте, да, то есть есть здесь Диктатор, есть здесь также Викинг, который у нас МК-6, то есть это М2, уже прокаченный М2, да, полноценный. Он уже качан у нас на 5 шагов, то есть полноценно через 5 прокачек этот корпус станет у нас М3, ну, так как у нас, получается, по званию не будет доступно прикупить его сразу М3, как это было бы, если бы когда было у нас обновление, то есть у меня был бы он М2 полкаченный на момент обновления, то я бы мог бы его получить бы М3. Сейчас такой возможности у нас нету, поэтому стоит ли вы вообще мне обращать внимание, акцентировать на Викинге, либо же мы просто делаем аккаунт на Дикой Громе, потому что я в комментариях под предыдущим видосом спрашивал, какую пушку вы хотите видеть вообще, в принципе. Довольно большое количество ребят поддержало именно Грома, и я с этим полноценно согласен, поэтому теперь остается только решить с корпусом Диктатор или Викинг. Я считаю, что Викинг это более дефолтный корпус, да, лично, если я бы хотел бы узнать свое мнение, свою точку зрения, то есть для меня Викинг это более дефолтный, Диктатор это что-то интересное, нестандартное, да, и с Диктатором смотрелось бы все более-менее бы как-то интересно, и по-новому может быть даже, да, понятное дело, что я много не буду играть на этой маке, и то, что там быстро ничего особо двигаться не будет, но все же интересные какие-то моменты уже будут проявляться, и, соответственно, как только будет прокачиваться, да, то есть я потом уже на грамме куплю себе устройство, кувалды, да, когда кристаллы будут, когда будет возможность такая, и тогда уже пойдут какие-то определенные движения с этим аккаунтом, но понятное дело, что я не играю на постоянной основе на этой маке, там бывает редко выполняю на нем задания, и все. Соответственно, звание не быстро прокачивается, но если видосы будут записываться, если будет активность, то потихонечку, потихонечку, потихонечку там звание поднимется, кристаллы будут, соответственно, прокачки, прокачки пойдут дальше и выше. Поэтому больше я, наверное, балаболить не буду, лишь скажу, что если заходит, поддерживаем, не заходит, не поддерживаем. Все-таки аккаунтов много всяких интересных, сейчас еще с хорно-торисой вам зашел видос, поэтому будем смотреть, будем двигаться и по мере возможности продвигать данный интересный аккаунт. Сегодня у нас по режимам, что у нас будет? Сегодня у нас будет одна каточка в захвате флага, ну и вторую, наверное, скатаем дефолтную цпшечку, да, как мы любим. Захват флага, контроль точек, посмотрим, что у нас сегодня получится. На данном интересном вооружении, все-таки диктатор является более корпусом помощи, наверное, для своих тиммейтов, больше какие-то моменты решает за счет поражать своим тиммейтам овердрайва, плюс раздает расходку, за это получает дополнительный опыт, и в, например, цпшке можно ловить неплохие тайминги, и за счет этого зарабатывать большое количество опыта, но в захвате флага здесь больше, наверное, надо будет двигаться вперед, ну и плюс за счет того, что корпус довольно неплохо толкает, да, имеет хорошую мощность, можно попытаться хорошо потанчить, поувозить флажки, при том раскладе то, что у меня здесь и резисты есть хорошие, можно там и на громе в упор подъезжать, сплэш урон не будет, такой большой, небольшой самоурон было по себе наносить, соответственно, можно будет потягать флаги, плюс при том раскладе то, что нам еще и дропает такая неплохая карта, можно по-быстрому, по-быстрому все это дело, конечно же, делать. Понятное дело, что на этих аккаунтах, на данных именозваниях, уже такие вооружения являются более, наверное, ювелирными, более необычными, потому что все ребята прокачиваются, так как сейчас еще и много опыта дают за каждую катку, да, там повышенный у нас опыт, повышенные фонды, и, соответственно, ребята улетают быстро по званиям, гаражи у них становятся все хуже и хуже, ну а я, в свою очередь, если оставляю такие аккаунты на таких званиях, то, понятное дело, что, когда я буду заходить в любую матчмейкинговую катку, то аккаунт будет себя очень неплохо показывать. Данный тиммейт хотел, чтобы я ему раздал овердрайв, но если бы там было бы хотя бы парочку еще тиммейтов рядом, то это было бы, ну, было бы, был бы хотя бы какой-то смысл в этом атак, ради одного какого-то васпика, который, к сожалению, моему ничего, скорее всего, не сделает, сам в соло прожимать овер я считаю как-то даже, наверное, глупо. За полторы минуты 250 опыта набил я уже, я так понимаю, что я успел доставить два флага, это очень даже неплохая системочка залетела, и, похоже, вообще на очень-очень быструю простую доставку, вот сейчас можно здесь раздать овердрайв, как раз на два танка хотя бы залетела. Ну и я, честно говоря, не знаю, да, друзья, насколько быстро вообще стоит прокачивать данный акт, стоит ли прокачивать здесь резко звание, то есть я для себя понимаю, что даже выполняя задания с теми иксами, которые у нас есть сейчас летом, это звание может улететь, ну, нереально жестко, быстро, да, и там будет уже за майором полковник и так далее, да, то есть, но при таком вооружении и при том раскладе, то, что у меня до сих пор это вооружение является М3, не М4, я не вижу, наверное, вообще потенциала и смысла в быстрой прокачке. Еще одну катку в захвате флага играем, я забыл, что у меня надо было вообще урон наносить, а я-то что-то флажки таскал, надо было урончик покидать, 20к набил за одну катку, но она там была с досрочкой, наверное, минуты 3. Поэтому капитан, это вообще, ну, такое очень хорошее звание, да, на котором можно показывать отличные результаты на таких вооружениях, при том, что это все будет как-то у вас на расслабончике происходить, но с другой стороны, с каждым последующим званием, да, то есть до, наверное, бригадира, по сути, вооружение сильного игроков меняться не будет, но зато у меня будут появляться дополнительные кристаллы, за которые я, в общем и целом, в дальнейшем смогу приобрести себе, например, фулл прокачанного грома, да, прокачать себе диктатора, потому что, ну, на все надо кризис, откуда мне их брать, я же не буду там как-то их там получать из каких-то определенных там моментов или там, например, с турниров скидывать на аккаунт или еще что-либо, да, то есть это все полноценно мною заработанные кристаллы, а чтобы их зарабатывать, надо, например, выполнять заданки, получать контейнеры, из контейнеров выбивать дополнительно кристаллы, либо же там какие-то хотя бы звезды набивать, да, чтобы с челленджа хоть что-то получать, либо же выполнять задания, да, и тогда уже будет появляться какая-то определенная сумма, от которой можно уже плясать, от которой можно уже дополнительно себе что-то выкачивать, Ну и если уж у меня нет такой возможности выполнять на постоянной основе заданки и все это дело продвигать, соответственно, мне надо потихо и потихо качать звание, дабы получать дополнительные кристаллы Я не помню, честно говоря, сколько там дают, например, за того же майора, да, если, кстати, я не ошибаюсь, то вроде как около 14 тысяч все это дело крутилось То есть 14 тысяч это полноценно, наверное, 2, может даже 3 прокачки на данный период времени моего громчика И это очень даже неплохой результат, при том, если все это дело еще моментами прокачивать, например, на 25% скидках, да, то есть на каком-то дисконт уикендах, да, и еще на чем-то То в конечном итоге можно неплохо экономить и при этом все хорошо очень даже прокачивать То есть я, например, как на Чепперделе прокачал себе Хорнета Шофт, а также и здесь можно прокачать того же Грома Потому что, ну, и Гром, вы сами видите, да, как себя показывают в боях, да, отличная пушка, отлично нагибается на ней При том, что у меня здесь еще и есть фуловый дрон-штурмовик Конечно, не такое большое количество имеется у меня на этом аккаунте батареек Но записать видос, да, поиграв на дроне, почему нет, почему нет, да, хоть и сам штурмовик сейчас, конечно, не является сверх таким крутым дроном Не так реализует расходку, как это было у нас раньше, но в таких катках, возможно, даже дает какой-то определенный свой плюс И не уходит у меня какая-то самая нужная расходка на кулдаун Единственная проблема на больших картах на Диктаторе для меня лично это в том, что довольно очень мало моментов, где я мог бы, например, прожать овердрайв Вот здесь я сейчас раздал, дабы васпик прожал бомбочку, я не знаю, прожмет он или нет, не прожил, я понял Но в таких моментах прям очень сильно я задумываюсь, знаете, как прям на викинге, когда играешь И ты постоянно сидишь и думаешь, стоит ли прожимать овер, не стоит его прожимать Прожмешь овер, ничего не получишь, никакой определенной выгоды, никто тебе особо даже не поможет Поэтому зачастую очень много времени ты тратишь впустую Например, просто там двигаешься по карте и думаешь о том, что, блин, сейчас не буду прожимать овер, сейчас не буду, сейчас не буду Потом хоп, какой-то там тайминг ловишь, прожимаешь овер и все равно понимаешь, что там, ну, такой же самый овер ты мог прожать намного, намного раньше И при этом, ну, ничего бы не изменилось Только ты бы уже прожал бы не один, а может быть даже два овера таких же самых Потому что времени-то ты потратил много на все это дело Но, это как, момент, момент, наверное, с одной стороны какой-то жадности, да, прожать овер драйв И подумать, что это будет овер не совсем грамотный и больше впустую он будет А с другой стороны, ты как бы пытаешься найти нужный тайминг, но он просто не приходит И ты его не можешь такой поиметь Катка складывается довольно неплохо, я уже, к слову, набил то, что мне здесь надо было Надеюсь, что, нет, не надеюсь, как бы тут уже, как бы, надеюсь, а не на что Эта катка точно уже не закончится досрочно Но, скорее всего, мы ее выиграем Без особых проблем Я, к слову, с каждым видеороликом на таких званиях все больше и больше убеждаюсь в том, что Реальные игроки уходят по званиям, да, и Те ребята, которые, например, на этих званиях имели, там, М3 вооружение, да, еще что-то хорошее Они либо же не играют, либо уже давным-давно улетели по званию, там, с какими-то бригадирами, генералами стали И я, соответственно, уже не пикаюсь с данными игроками И, ну, просто-напросто играю с какими-то М2-шными типами, да, хотя есть такие М2-шные, которые могут моего, там, дикогрома Якобы, М3-го просто развалить в пух и прах, и я вообще не смогу ничего сделать То есть, если там будет, например, какая-нибудь грамотная жига, да, с компактными баллонами Хоть она и даже будет М2, она все равно, в общем и целом, будет наносить, скорее всего, больше урона, нежели я Поэтому тут, как бы, тоже очень спорный момент Когда говорят, что, оу, у тебя такое прокаченное вооружение, поэтому ты всех там и нагибаешь Но я бы с какими-то моментами, даже если честно, бы не согласился Так, я увожу, если честно, флаг, а у меня уже очень мало хп Плюс еще прилетает шап где-то в спину 2-0 ведем за полторы минуты до конца Все очень даже неплохо Было бы еще бы лучше, если бы Если бы Если бы я сейчас подобрал бы флажочек И сумел бы чуть-чуть подальше и попроще откатиться Птичку прожимаем А, у нас даже флаг вернули, я думал, что флаг там не вернули Ну и, к слову, есть тоже проблема у меня на этих званиях Как вы знаете, сейчас у нас шафт очень жестко забалансили И у меня нет, например, резиста от этой пушки Да, в дальнейшем, возможно, стоит приобрести резист также от шафта Если он будет продолжать нагибать То это имеет смысл точно сделать Ну и устройство на гром Кувалдочка Я думаю, что тоже не помешает Хотя, на данный период времени, возможно, даже не так уж сильно мне нужна атака кувалда Я немножко тут не понимаю, куда мой выстрел летит А, он чуть попал, кто туда улетает Ну и я такой себе, конечно, громовод Не судите строго Поэтому на таких аккаунтах как раз-таки я и потренироваться могу И, блин, куда он улетает? А, ну вот сейчас попал Ну и плюс тут со расстоянием, так понял, еще и урон немножко нервится То есть, если вблизи бы я бы стрелял бы Урона бы, скорее всего, побольше было Ну ладно, ничего страшного Прожмем эвердрайв тиммейта И закончим на позитивной ноте Первым местом данный замечательный бой Ну и, как я уже говорил, скатаем теперь каточку в контроле точек Посмотрим, что у нас там вообще будет двигаться Куда продвигаться У меня на аккаунте здесь около Скольки тысяч кристаллов? Около десяти тысяч кристаллов, да Было сегодня чуть побольше Я там потратил на прокачку грома Да, то есть потихонечку-потихонечку будем его уже выкачивать Там после где-то седьмого-восьмого шага Гром уже начнет потихоньку чувствоваться То, что я уже выкачал в него, да Пока что, понятное дело, что такие моменты не ощущаются Но потом, я думаю, что уже будет все чувствоваться И это будет очень-очень даже неплохо Что какой-нибудь там восьмишаговый гром Будет ощущаться как три с половиной стабильный, да И уже можно будет отлично дамажить любого противника И полноценно чувствовать себя максимально комфортно, наверное, на этой пушке Я, как вы знаете, на громе особо вообще не играю Поэтому, как и тот аккаунт с шафтом Да и сейчас еще аккаунт с рельсой, да То есть для меня каждый аккаунт Это, можно так сказать, тренировка определенного рода На тех пушках, на которых я на постоянной основе не играю Поэтому каждый аккаунт имеет свою определенную уникальность И в определенный момент, возможно, даже каждый из этих аккаунтов Может стрелять, да В зависимости от того, как происходит у нас баланс в игре Да, то есть как он меняется Например, поменялся баланс в пользу шафта То есть, соответственно, мой мульт с хоре шафтом Уже чувствует себя более комфортно и более прикольно, да То есть такие моменты очень мне нравятся, если честно Ну и плюс уникальность каждого аккаунта С одним, например, каждым определенным вооружением Дает, как я уже сказал, дополнительную тренировку 11.2 ведем, хорошая катка За третьей точкой, наверное, я даже не полечу Попробую просто здесь отыграть И я думаю, что... Блин, к сожалению, я упал Ну вот, видите, как бы на полковнике игрок играет на викинга Изиде М3 Возможно, даже у него она М4 Но это, я бы сказал, наверное, исключение Все-таки таких аккаунтов у нас сейчас довольно мало При том раскладе То, что этот игрок еще и, как я понял, играет с приваренной башней Да, то есть, соответственно Возможно, это просто какой-нибудь там... Ну, не хочу, конечно, говорить, что это там купленный аккаунт Но аккаунт может там задоначен Такой-нибудь, да То есть, игрок вложил большое количество денежек Дабы поиметь такое хорошее вооружение Нет, у него 7300 ГС, соответственно, у него вооружение не качано То есть, оно просто М3 Ну, не имеет такого хорошего скилла Но играет, старается, молодец Поддерживает замечательный, интереснейший проект Ну, а мы играем, конечно же, на победку Две точки до сих пор контролируем Попытаюсь я сейчас еще накинуть урон по тому дикой грому Но, к сожалению, не попал И, к слову, что я хотел сказать еще, друзья Совсем забыл о том, вообще, ну, как бы Многие скажут, что зачем ты гром прокачиваешь? Зачем тебе этот гром? От него очень большое количество резистов, да И я с этим не могу согласиться, да То есть, подгрома реально много резов То есть, в последнее время на всяких мультах Да и на средних всех званиях Довольно большое количество данной пушки Вообще, в принципе, имеется Соответственно, резист берут Ребята дополнительные, да Берут и, ну Играть становится в каких-то моментах Не совсем комфортно, да То есть, для этого, например, подходит больше корпус Например, тот же Харек Но С тем моментом, то, что у меня изначально уже прокачан диктатор, да И играть, например, на том же Дико Фризе Я считаю, что менее комфортно Плюс, во Фризе не будет никакой уникальности То есть, на Фризах я столько аккаунтов прокачивал Что Для меня даже Ну, это будет только лишь какой-то там На определенной ностальгии, да И я вспомню то, как Фриз мой нагибал И как я раньше Любил на нем катать И все Но, чтобы у меня какой-то был полноценный аккаунт Который я прокачивал на громе У меня такого вообще никогда не было И поэтому Даже с точки зрения Той же банальной тренировки Игры на определенной пушке На которой я не играю на постоянной основе Это имеет больший смысл Нежели я просто возьму себе Дико Фриза И буду играть в матчмейкинге на нем Плюс ко всему этому Дико Фриз себя будет показывать Намного, намного хуже Нежели гром Я уверен в этом Просто на 100% Что себя Фриз будет показывать хуже То есть ты банально будешь Как бы гоняться там за противником На корыте таком Не совсем приятном и удобном И будешь меньше фармить Какие-то определенные моменты Выжимать вообще из боев А гром он тебе дает Как бы и дополнительную раскачку Дополнительный угол в определенных моментах И сам как бы корпус диктатор Отлично подходит под данную пушку Можно сыграть более как-то саевого Можно также надавить на противника Там например вытолкнуть его В каких-то определенных моментах И за счет этого Зарешать какой-то определенный Очень даже может быть важный эпизод На карте Поэтому здесь я наверное тоже на этот вопрос Полноценно ответил Если не ошибаюсь То под последним видосом тоже Этот вопрос мелькал Почему там гром Почему не диктатор Почему там что-то еще Ты решил прокачивать Но Насчет Моего вопроса То есть вопрос остается в силе По поводу корпуса Что вы вообще думаете Диктатор, викинг Да возможно вы хотите Дефолт Я прокачаю там до М3 Потом там Когда звание будет потихоет двигаться дальше И тогда уже Смогу полноценно Играть На Викинг Да то есть Если вам интересен именно викинг То можно будет его Так же Конечно же реализовать Но у меня пока крит ошибка Я так понимаю Что там вообще катке Должен был быть конец И возможно что я сейчас даже В обратно в этот бой Не вернусь Но посмотрим Сейчас успею Не успею Вернуться в этот бой Это у нас полноценно Был уже последний боечек Который мы Очень даже удачно Завершили Да похоже Катка закончилась Но я надеюсь Что меня в Лобби Вообще должно выкидывать В общем и целом Наверное это все Друзья Да Если вам нравятся Видеоролики По бездонату Если вам нравится Данная тематика Все таки Когда то я это записывал На постоянной основе Но это не собирало Нужной активности Да Не совсем это интересно было Возможно и Количество аудитории Было не такое большое И поэтому Как то на нет Ушла данная Интересная рубрика По мне Потому что Многие ребята Не вкладывают В игру Вообще Свои личные средства Деньги Да И поэтому Им всегда интересно Да Как там Такие вооружения Появляются Да Как лучше прокачиваться Как меньше прокачивать Звания За счет чего Можно вообще Получить дополнительно Кристаллы И поэтому Такая рубрика Имеет смысл быть Как по мне вообще Если вы согласны Со мной Да Если вам это все интересно То не прожали лайк Поддержите видеоролик Не забывайте Также друзья Подписываться на канал Нажимать на колокольчик Дабы ничего не пропускать Ну у меня на этом все Всем спасибо друзья За просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok